Македонцы завтра будут голосовать на референдуме за изменение названия своей страны. Из-за споры по этому поводу с Грецией страна не может присоединиться к ЕС и НАТО. Недавно государство согласовали компромиссный вариант, но каковы шансы, что его поддержит народ, узнаем от Елены Абрамовича. Исторический референдум. Соломинка, который поможет стране выбраться из застоя, в котором Македония застряла на четверть века. Как только не отзываются об этом голосовании западные политики. В то же время многие граждане твердо решили его проигнорировать и не позволить изменить название страны. Это позор для нас, македонцев, и мы не согласимся с этим. Бойкот и ничего больше. Бойкотировать. Македонцы должны понять, что это вопрос нашего выживания. Утверждение, что Европейский Союз примет нас, это ложь. В Европейском Союзе и НАТО нет денег, которые бы ожидали нас. Это утопия, мои дорогие македонцы. В течение месяца до референдума в соцсетях появлялось все больше призывов к бойкоту. Распространялись слухи, что Google исключит македонский со списка признанных языков, если поменяется название страны. Или же утверждение, что это идея от враждебных албанцев. Проголосовать за изменение названия страны македонцев приезжали агитировать и министр обороны США Джеймс Мэттис, и генсек НАТО Йенс Толтенберг, и верховный представитель Евросоюза Федерико Магерини, и даже немецкий канцлер Ангела Меркель. Я не буду вмешиваться в решения ваших граждан, но по собственному опыту могу сказать, что исторические возможности не возникают каждый день, но у вашего поколения она появилась. Не упустить возможность забрать Балканы в свою семью пытается и Евросоюз. В Брюсселе вдруг заметили влияние России и Саудовской Аравии в регионе. Поэтому и включились в борьбу, и напомнили о перспективе членства. Но чтобы присоединиться к НАТО или ЕС, Македонии нужно поменять название своего государства. Этого требует соседняя Греция, опасаясь территориальных претензий к греческой провинции с аналогичным названием Македония. Споры тянутся еще со времен распада Югославии и обретения независимости Македонии 1991 года. Недавно с Грецией согласовали название Республика Северная Македония. Такой компромисс не понравился националистически настроенным грекам, но власти в Афинах за. Это исторический шаг, который позволит нам получить победителей с обеих сторон, залечить раны прошлого, проложить путь к миру, общению, сотрудничеству и взаимному росту не только для наших стран, но и для Балкан, всей Европы. Впрочем, в Скопье такой уверенности нет. В то время, как премьер страны выступает за изменение названия, президент категорически против. Противники выбрали стратегию бойкота, но в правительстве заверили. Защитят результаты референдума, даже если будет низкая явка. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер.